А это не важно. Работа работает на работе. Я никому не признаюсь. В сказочном конверсе. Собственно говоря, она расскажет нам сегодня про какую тему, с которой она разобралась. Да, тему, которую почему-то все очень-очень сильно не любят. А то есть причины. Ну, не знаю. Возможно, вы поделитесь тем, что вы где нашли, и по поводу этих причин. Мне было удобно. То, что было более-менее адекватно продумано и спроектировано, как по мне, мне ни одной проблемы не принесло. Ну, разве что во время рефакторинга. Можно я только ребью. Давайте так, поднимем руки. Кто вообще слышал, что такое КВО для АЭС? Ну, большая часть слышала. Расскажи, что такое. Давай начнем все вступление. Да, расскажи. На самом деле, что я сегодня хотела рассказать, что такое КВЦ, что такое КВО, для чего это, зачем это используется, плюсы, минусы, возможно, какие-то примеры, вдруг кто не видел, не слышал, как это работает в фронтальне. И есть одна маленькая библиотечка, которая немного упрощает жизнь вместо использования стандартного АКИ от Apple. Начнем с самого начала. Что такое КВЦ? Кей-Валю Кодин. Это механизм доступа к свойствам объектов по ключу. Не так, как мы привыкли чаще всего обращаться через точку, через сеттери, геттери, а доступ по ключу. То есть у вас есть пропорти, и вы по его имени, грубо говоря, обращаетесь к его значению. Казалось бы, зачем, почему, для чего, куча лишнего кода, неудобно помнить ключи, но чаще всего это может немного либо помочь упростить код, либо иногда упростить жизнь. То есть примеры использования с помощью сеттера геттера, с помощью КВО, сразу видно, букв больше. Что касается практического применения КВО, самый такой банальный, самый распространенный пример, вы работаете с сервером, сервер возвращает вам JSON, который вы портите потом в словарь. Этот словарь чаще всего сохраняется в модели, потом каким-либо образом используется. Я столкнулась с тем, что не все, кто знает, что такое КВО, или кто работает сервером, могут сделать это проще. Люди обычно для каждого ключа в словаре пишут много-много строк кода, чтобы это потом как-то сохранить. Есть у нас такой JSON, есть класс модели, если всем видно, как это делается чаще всего без кого. То есть мы берем в наш класс модели, делаем сет такой-то, сет такой-то property и берем из словаря по такому-то ключу. У меня такой вопрос, многие или такой используют? То есть в принципе это самый распространенный вариант. В один момент я наткнулась на то, что это в принципе можно немного упростить, написав три строчки. То есть мы получаем словарь и потом, используя КВО, делаем в наш класс модели set values for key. В чем плюс? Мало строк кода. В чем минус? Если у вас, не дай бог, в словаре и в модели не совпадают ключи или property, приложение, естественно, закрашивается. Почему? Естественно. А как они должны совпадать? По имени челка? По имени. А если там не тиреи всякие, не большая буква, то все играет роль, получается. Правильно? Прием ангелинге? То есть суть в том, что если ты четко знаешь, что у тебя будет всегда приходить словарь там с какими-то данными, то проще всего написать такую же точную модель, как это в принципе всегда и делается, и просто использовать такой метод. В принципе, я нашла, опять же, на GitHub категорию, которая решает ту проблему, связанную с крэшем. То есть она проверяет объект на существование ключа, прежде чем сетить по ключу этому в модель. Значение. То есть там точно такое же, как было на предыдущем, но сначала проверка. Ну, скажем так, она все делает за вас. Она проверяет property, она проверяет ключи, ты просто берешь и используешь там две строчки оттуда. То есть, по сути, чтобы не изобретать свой велосипед, ты можешь использовать чью-то категорию. В принципе, иногда действительно экономит время. Что хотелось бы сказать по тому, как работает КВЦ. Оно сначала ищет у вашего объекта, в котором вы спрашиваете setValueForKey или getValueForKey. Ключик. Если оно такого ключа не находит, то оно идет в ваш объект и ищет метод setValueForUndefinedKey. Если оно у вас такого метода не находит, оно идет в NSObject, а там по умолчанию кидается exception, что такой ключ не найдет. То есть, в принципе, вот почему, если вы попытаетесь ссетить по несуществующему ключу, у вас выпадет приложение в категорию. То есть, такой вот момент. Есть вопросы по КВЦ? Нет. Ну, мало ли. Что касается КВО. КВО это механизм, которые позволяют получить доступ об изменениях каких-то полей объектов или всех полей объектов. Кому как удобно. Чаще всего это практически применяется для того, чтобы организовать взаимодействие между моделью и контроллером. Для того, чтобы проще организовать работу по принципу МВЦ. Опять же, это частный случай. Паттерн-обзервер, кто знает, кто не знает, он используется для того, чтобы чаще всего предотвратить сильные связи в системе. То есть, чтобы не напрямую говорить, что у вас обязательно должны быть такие вот значения или какие-то объекты где-то. А мы знаем, что у нас должна быть модель с такими-то данными, у нас должна быть вьюшка с такими-то данными. И мы в любой момент можем эту вьюшку куда-то вытянут и не привязываться к нашей модели. Плюсы использования. Мы не пишем дополнительный код в наблюдаемых объектах. То есть, мы можем написать две строчки кода и у нас будет все работать. Можем получать старое и новое значение у изменяемых объектов. Можем получать изменения во вложенных объектов с помощью K-Path. Когда у вас есть внутри объекта у него там, вы хотите проверить какое-то пропорти, можно использовать КВО. И, в принципе, это моментальное реагирование на изменения в объекте. Что касается минусов, это сразу сложность отладки, это сложность рефакторинга, потому что если вы поменяете где-то ключ и не поменяете название пропорти или наоборот, чаще всего вы будете очень долго отлавливать в чем вообще проблема и где была ошибка. Самый такой распространенный вариант. Обязательно нужно отслеживать за добавлением, удалением наблюдателей. И даже если у вас проект написан с помощью ORC, обязательно нужно переопределять диалог и вставлять туда удаление наблюдателя. Почему не использовать логику? То есть, когда... Ну, обязательно на диалог, потому что доки, гвайды, ПРЦ говорят, использование логики на диалог, это неправильно архитектурировано. Ну, не обязательно. Чаще всего просто как используется кого? В O, где-нибудь там во Vuted Load или в Ните мы регистрируем наш обзервер, чтобы уже наверняка, чтобы, не дай бог, какие-то изменения были. Но чаще всего это используется все время жизни этого класса. Ну, вот это, например, неправильно логика. Если вы видите золото, регистрироваться, то в диалоге, да, на данном, да, списываться. А вот, пример, правильно логики, это при каком-то действии тогда подписываемся, если это действие мы получили, тогда что вы сможете. Ну, просто не всегда. Есть моменты, когда у вас там идет, например, постоянный обмен данными сервера, и вы постоянно что-то мониторите на экране, Ну, кстати, приложение, все имеют логин форму обычно, да, под каким-то пользователем. Если реализовать логику на бьюдит лод, начинаются грабли, когда подкручиваешь авторизацию. То есть, пользователь вышел, обзервер остался, форма осталась, и все не перетянется, если его тут требует притягнуть. Лучше создавать, в любом варианте, это будет. Пользователь зашел, и на него стартовать, и пользователь вышел, очищает, выбирает обзервер. То есть, вот как раз, бьюдит лод, с одной стороны, иногда можно ее взять, но с другой стороны, вот такие вот, корабли, из КБО, тоже будут. Ну, Таш, опять, смотря как проектировать, смотря как использовать. То есть, если у вас приложение ни на чем каком не завязано, и вы постоянно видите что-то на экране, то волей-неволей лучше нам бьюдит лод. Ну, или там, не знаю. Это, именно в данный момент звездочка, и там, в углу сноска, да, лучше так не делать. Ну, опять же, кому как удобнее, кому как привычнее. Ну, просто на практике получается охрабреть. Здесь не то, что привычно, вроде бы, как бы, оно легко. Написал кода, это был, он как показывает практика, потом вылазит в проблему. Как вариант. Что касается, наверное, все-таки примера. есть какое-то приложение, у которого на экране, например, отображено сплитвью, и вам необходимо при каких-то изменениях обновить данные и в одном, и в другом, в одной и в другой части этого сплитвью. Или, например, вот как я решила привести пример использования Микке. Самый такой банальный, в принципе, решение в лоб, но если вы показали какой-то попап с настройками, выбрали там новую тему, вам нужно перерисовать экран, перерисовать там обе части экрана. Здесь на диаграмме показано, что при изменениях в одном контроллере мы выставляем что-то в модели и потом уже в зависимости от изменения в этой модели мы перерисовываем обе дна. Мы получаем изменения в каждой из контроллеров и дальше перерисовываем нужную нам пушку. Что касается программной реализации, у нас есть метод, в котором у нас добавляется обзервер. В моем случае здесь идет первоначальное удаление, потому что это использовалось, вызывалось несколько раз этот метод, поэтому было удобнее удалить предыдущий обзервер и добавить новый. Чаще всего просто добавляется обзервер на какой-то конкретный ключик с опциями и указывается контекст. Что касается опций, мы можем получать изменения сразу же, как только было вызвано. Это NSK Value Observing Option Initial. Мы можем получать предыдущие значения, это с ключиком приор новое и старое. То есть если мы будем вызывать приор, то у нас будут отправляться нотификации до изменений и после изменений. То есть таким образом мы будем получить старое новое значение property. Что касается неудобства обработки. Вот если использовать стандартное API от Apple, то у них все нотификации приходят в один метод. То есть у вас есть метод Observe Value for Key Path Object Change Context и полностью все изменения по всем ключам сыпятся в этот метод. Минус то, что нарастает большое количество ИФов, проверок, приходится выделять методы, выкидывать их куда-то, но все это завязано на ИФах, проверках ключей и все такое прочее. В этом методе мы проверяем по ручику, что нам пришла нужная наша нотификация и выполняем необходимые действия. В данном случае это обновление вьюшки. В принципе все достаточно просто. Вьюшка сама дальше решает, что ей нужно от этой темы. Что касается вот этого вот минуса, то дальше я расскажу способ, в принципе, как это решили люди уже опять-таки за нас. Что касается параметров метода, в который приходят нотификации. Первое это ключ, по которому изменяются значения в объекте, объект, в котором произошли изменения и контекст, который вводится, когда регистрируется наблюдатель. Казалось бы, контекст такое нечто непрозрачное, непонятно, зачем использовать, но чаще из-за того, что у нас бывают классы с дублирующимися переменами, или мы хотим каким-то образом отследить, что у нас пришло от какого-то конкретного объекта что-то, предлагают использовать этот контекст как средство разделения, как доказательство того, уникальности этого ключа, этого изменения. Но все все равно передают нил. два класса, у которых дублируются переменные, если мы будем регистрироваться на существующие кейпаз, то в этом же методе, если мы не будем проверять, что у нас пришел объект такого-то класса, что по сути не очень-то красиво, мы получим, что у нас при изменениях любого из объектов выполняться действия, которые не являются необходимыми. Вариант разделения с помощью контекста. То есть в принципе есть два варианта, передавать указатель на void или передавать указатель на строку в качестве контекста. Передавать указатель на строку удобнее дебачить, потому что когда вы останавливаетесь на точке, у вас подсвечивается значение, которое вы туда передавали, а если вы передаете указатель на void, тогда вы просто делите адрес памяти. Но если передавать указатель на void, это меньше парк. То есть как бы вот такой вот момент. играет. Можно для дебага, для релиза за define. Давайте еще какой-то велосипед сверху придумаем. Как нам хорошо жить с КВО. На самом деле велосипед не велосипед, но кому-то может пригодить. КВАРДАТО работает? КВАРДАТО ты не живешь. КВАРДАТО если кто не знает, как раз использует КВО для загрузки объектов. Поэтому вроде как бы и не совсем понятно куда его тулить, но Apple нашли как соединить две непонятные хрени в одну, которую еще и предлагают всем использовать. Для того, чтобы поддерживать свои ключи или отправлять нотификации во время изменений без вызова сектора геттера, можно использовать методы will edit change value for key. В принципе по своему ключику вы отправляете нотификации. Хотелось бы отметить, что обязательно необходимо вызывать пару методов will change до изменений edit change после изменения. Стандартный пример, если у вас кто-то до вас написал, что у вас передается имя и фамилия одной строкой, а вы хотите получать изменения отдельно для имени, отдельно для фамилии, разбили строку, покидали ключики. Тоже такой пример, придуманный в лоб. Иногда приходится отслеживать любое изменения в объекте, вам не важно по какому property или что у вас там изменилось, важно знать, что изменилось какое-то property в объекте. Есть категория, которая получает в рантайме список всех параметров, и потом просто вы тип property засовываете в обзоре, когда рисует. Из раздела «почемочка» «хочу знать все». если изменение какой-то тема, то даже к тому же примеру все равно, что где изменилось в этой теме, у нее 20 разных полей, просто получили одно изменение, отправили, пускай само перерисовываться. Каждая изменение 20 раз. Чего-чего? Мы еще померили с класса 2-х, 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 перерисовываться. Ну, смотря как реализована логика. В этом варианте да. В этом варианте да. Если тебе все равно, какой параметр изменил один из, тогда проще. Как это работает в рантайме? Кто был на третьей по-моему встрече, Патча рассказывал про рантайм, он обмолодился о том, что когда используется КВО, там создаются какие-то странные объекты. Действительно, на примере я посмотрела, есть какой-то класс, мы добавляем на разные его property обсерверы, неважно какие, и смотрим, что у нас получается в рантайме. В рантайме у нас для тех объектов, на которые добавлен обсервер, внезапно оказывается, что у нас появился класс совершенно другой, ns-notifyen класс, ns-kv-notifyen класс, спасибо, и он реализует свои методы, те, на которые был добавлен обсервер. Причем хотелось бы отметить, что если у вас на разные объекты одного и того же класса, на разные property добавлен обсервер, то есть, например, у вас есть класс A, у которого есть property X и property Y, и у вас на один объект класса добавлен обсервер на property X, а на другой объект класса добавлен observer на property Y, то у вас в любом случае будет, что переопределено property x и y. Таким образом, они пытаются якобы упростить. Лишний раз они не создают какие-то объекты. Переопределяется диалог, и появляется некий мистический метод из КВА. Что он делает, я нигде так не смогла нагубить. Если уже у вас на объект не добавлен обзор, если посмотреть на его класс, то это оказывается класс, который объект, который был создан, и все property, которые у него существуют. То есть вот такой вот номер. Что касается недостатков стандартной реализации. Судя по всему, когда Apple это придумали, они показали это все людям, потом на нее тихонько подзабили. Потому что с появлением блоков и всего остального они не дали возможности передавать блоки или передавать селекторы, как в принципе в Ness Notification Center есть возможность передавать просто селектор, по которому мы будем получать нотификации. И отсутствие гарантии уникальности. То есть второе решается с помощью контекста, если использовать в лоб стандартное API. А в принципе первое решается с помощью open-source класса NSCO Notification Center. В чем его прикол? Он умеет понимать блоки, он умеет понимать селекторы, ему все равно куда у Apple приходят нотификации. Вы регистрируетесь на объект, на ключ у объекта, выставляете те же опции, что и у Apple, и дальше просто передаете, вызываете блок или передаете свой селектор. Таким образом идет разделение и в принципе идет немного у друга. То есть вот такая вот мелкая штука. Вот в принципе это все, что я хотела рассказать. Возможно какие-то вопросы. А на практике могут там из первых каких-то пойдет, ну хорошо, в кордан или за. А что еще у вас есть большого и красивого? Что и за это? А в плеер. А в плеер. А в плеер у него все, нет, не все, вру, часть пропорти идет как обозреваемые пропорти и там нет других вариантов. Все вот эти вот из плейбл и все остальное, все, что касается наполненности буфера, там все только через кого. то есть в любом случае, если использовать его плеер, в любом случае это придется использовать. Это то, что я точно знаю, точно сталкивалась. С плеерами, да, хорошая, для того, чтобы получать именно нотификацию о том, что что-то поменялось, проверяет каждый раз. Ну, что хотелось сказать, вот LP Movie Player, он использует notification center. Он использует не кого, а notification center. Ну, у Apple иногда происходит рассинхрон, некоторые вещи используют notification center, некоторые используют KVO, некоторые KVO, а некоторые делегаты. То есть, некоторые вещи можно заменить вместо стандартного делегата, они начали использовать блоки. Не только. Начали появляться с пятой, с шестой оси методы, которые используют блоки. Буквально вот с шестой оси они задепликетили модальный контроллер, показы убирания модального контроллера и добавили с блоками. Я вот смотрю на этот метод и у меня вопрос, а если remove observer сделать объект, у которого не было добавлено обзервера, что будет? Ничего. Ничего? Ничего. По-моему, не хватит. Нет, потому что используется nil-able парадигма. Скорее всего, обычно, как эти observer, там, петчер, реконайзер, есть какой-то там, array, куда они добавляются, потом работают. И, скорее всего, если добавится observer, он лежит в array, даже если array nil- или не существует такого item, он, скорее всего, не выпадет. Ну, даже если соберется, он crash-нется, ну, ты увидишь, что crash-нется, проверишь. Ну, я могу сказать, что он мне не crash-нется. У меня crash-нется, когда я использовала option initial. Ну, там свои приколы. Обычно обратная ситуация, observer не угадает, и потом ничего, лика в памяти, причем это свободно-таки выводит. А, но выносно пишет, чтобы не убрали. А, не всегда? Не всегда. Это, по-моему, уже в последних исходах оно начало писать, и вот там, если использовать пятое-шеестое SDK. Раньше оно не писало. наблюдается проблема. Я вот еще с чем столкнулся, ну, как бы, некоторое время потратил. Ну, получается, в run-timer переопределяются классы, определяются сеттеры, геттеры, для того, чтобы работало кого-то. вот эти вот, получается, property через внутреннее обращение не работает. В смысле? Ну, вот. Если я создал property, сделал функцию сайт, я обращаюсь не через сеттер, а... Ну, да, но отправляют нотификацию только, когда вызывается сеттер. Если ты хочешь обращаться на прямой, там есть, вон, два метода, вилл и гит. Я знаю, но просто некоторое время прождусь поправить, чтобы понять, что он не работает. Почему? Ну, здесь, наверное, больше такая, опять же, идеологический подход. Вот это, наверное, я отличаю Objective-C от других месседжеров. То есть, KVO это та штука, которая встреет между объектом и месседжером, а когда ты обращаешься к внутренней переменной класса, в Objective-C нет нормальных способов это отловить. Поэтому отвечаешь сам головой, куда ты обращаешься. Это частая ошибка, на которую многие джуниоры говорят, когда они различают обращение к self через сеттергетер, либо обращение к внутренней переменной. Ну, стоит такая вещь. Мне просто многих говорят, Objective-C методы. Все. Хочется просто пойти и застрелиться, потому что в Objective-C методов нет, есть только месседжер. спасибо. Огромное добавить. Вот это чудесный класс. Как он управляет там? Что происходит с тем, что вы вы делаете месседжер? И крафик в том, в каком смысле? Я регистрирую, там север. У вас вот этот таблик, я должен помнить, я должен гарантировать, живой, и гарантироваться на то, что отвечает, АРЦ. АРЦ, АРЦ не спасет. А зачем? А скорее всего здесь ВИК-референс. Здесь смотря кризону. Я честно, я не помню, я копалась в исходниках, но я вот сейчас навскидку вспомнить не могу. Я копалась, когда я начинала его использовать. А как вы сейчас используете? Вы держите, вы держите. У меня сейчас нет в проекте кого, скажем так. У меня сейчас проект, в котором нет необходимости его использовать. Просто-напросто. Я думаю, что вот этот блок не надо держать, я думаю, что он сам его... Он сам по себе висит. Хорошо, там гестер-реконайзера вы держите? Ну, вообще, гестер-реконайзера. Подход, по-моему, похожий, потому что гестер-реконайзеры ты выставил метод, который ты хочешь... Забыл они. И забыл, да, гестер-реконайзеры. Он сам себе тусуется, он будет уничтожен. Когда возле... У вас вопрос, что нужно, нужно кому-то, что я не должен удержать память, и в другом, что я должен породить циклические ссылки. От чего защищаться? От циклических ссылок. Ну, с какого места? Мой колло не держит. Сколько я... Ну, тут банально просто можно спорить до потери пульса. Пока не залезли в исходники. Ну, просто серьезно, залезь в исходники, если так интересно. Я на данный момент на скидку это сказать не могу. Просто здесь самая первая бы ошибка. Вот этот вот код, он сразу бы валился, потому что, как только ты выйдешь из области видимости Start Watchin Z, у тебя, если он не держит ссылку на блок, то у тебя сразу же обнулится этот блок. Если он не проверяет, он красиво будет падать. Скорее всего, они добавили поддержку, потому что, если натигнуть, то... Да? Что не делать селектора? Давайте, на камень даже, забываю. По-моему, это бессмысленный. Ну, хорошо. По-моему, спорт не бессмысленный, просто... Ну, на данный момент бессмысленный, потому что никто кроме меня исходников не видел, а я не помню. Предлагаю регламент. Вот у нас возникают такие вопросы, давайте к следующей встрече. Тоня нам просто посмотрит и коротенько расскажет, как же эта хрень это делает. Окей. Так, ну, а что ты постараешься не забыть? Ты придешь, сядешь, раз мы спросим, тебе стыдно будет. И все. Если ты придешь, да? Окей, хорошо, я думаю, что по КВО поговорили. А литературу? А, литературу покажем. Слав. Литература, все почитают, кому надо. Запомнили? То есть, в принципе... Запомнили? А можно еще один вопрос? По КВЦ, когда мы маппим джейсон в объект, если, допустим, у нас джейсон вложенный, то есть, это будет происходить такой маппинг? Если ты массивчик вложишь? Не, не массив, допустим, у меня моделька, там, какого-нибудь, юзера, у которого есть поле, допустим, там, коммент, то есть, это получается коммент, вложенный в юзера, в джейсоне. У меня потом есть моделька юзера, у него кастомный класс, допустим, который, ну, кастомный класс, будет происходить такой маппинг? Ну, я скажу так, я не пробовала, по идее, за счет того, что используется кейпас, должен. Тут на помощь приходит DressKit Framework, там у него есть агромаппинг, то есть, можно поставить не маппинг, а кейпаспинг, ты задаешь для заднего пути, ну, кейпаспинг, в этот класс, и на этот класс это все будет. 16 эпизод, на этот класс, платный или бесплатный? Платный, нет. Видео платное. Нет, они все видят платное. На кейпаспинг юзер.фото ставишь просто маппинг, я не смотрела. Раскит очень. Я не считаю. Другая логика, второе вопрос тонет к следующей встрече. Посмотреть, как это происходит. применение kvc. kvc или kvo? kvc. kvc, скорее всего, вот парсинг, как раз преобразование от них, как раз другое. больше никаких вариантов я и не нашла. ну вот gson, ну хорошо, а что если я с вами? Да, мало ли. Ну вот то, что мне приходит еще на встыдку, это все-таки core data, там, NS-manager. Но core data, надо на этом все построить. Нет, в чем прикол, там же есть, ну, когда мы создаем какой-то класс в core data, и дальше NS-manager контекст, даже не знаю, какие там поля у этого класса, мы по keyem looping туда prod, ну, baby наши, и все, он сохраняется. Или вот, допустим, есть такая баз-платформа stackmob, вот, да, stackmob, вот, у них очень прикольно реализовано, в общем, взаимодействие с core data, они там подменяют менеджер-текст object, и, в общем, ты создаешь объект, сохраняешь, менеджер-текст тот же, он сохраняется не в core data, а именно серый, вот, ну, достаточно так, красиво и интересно, вот, и там, в принципе, ты сначала создаешь объект у них в админке с полями, и твой код не может знать, какие там поля в этом объекте, поэтому, ну, вот для таких возможных моментов. А вот нам попался докладчик на следующую встречу. По core data. Не, ну, просто стоит понимать, что на самом деле эти все кейсы, они все абсолютно похожи из одного класса задач. То есть, доступиться к данным по кей-классу, да, и сохранить какие-то данные. то же самое. Не, ну, такие же, которые уже, как бы, зашиты там из ДК, то есть, интересно, что-нибудь уже по конечному пользователю самому. Ну, вообще, кейвэлю кодинг, ну, мапперы какие-то, да, кейвэлю обзервинг, ну, везде, где ложится паттерн обзервер, там кво используется. по сути, шкафу, это же и есть реализация обзервера. Кривенькая какая-то, своеобразная, ну, Тарас, ты собрался уже уходить? Нет, не крикает нас. Я уступлю тебе место, честное слово. в общем, чего я хочу добавить, в общем, вот этот вот, MAPVO Notification, да, который я сегодня рассказывал, это, тут написано Майкэш, Майкэш на самом деле очень интересный чувак, он очень много пишет, он очень хорошо разбирается с тем, как это все работает, у него, у него есть, статьи о том, как оно работает внутри. Он пишет именно очень много о том, как вот эти вещи, они работают вот там глубоко внутри и очень, очень полезно его почитать. Вы можете... У него есть вообще, по-моему, книга или что-то такое, где он вот все свои выпуски, все свое... Первый вопрос, кто вообще работал в такой вот 2D? Я экземплазом, почти правильно. Кто хорошо работал в такой вот 2D? Именно так, серьезно. Таких нет. Ну, может, не сильно серьезно, а там пытался какую-то игру написать. Отлично. Ну, я думаю, тогда будет всем интересно, я просто думал некоторым предложить там попить сока во время доклада, ну, думаю, такого не будет. Итак, начнем. О чем я расскажу? Собственно, содержание, основные требования, чтобы начать разработку. Далее мы поговорим об установке и настройке, посмотрим крутые тесты и примеры, которые идут в комплекте с Ecos 2D. Познакомимся с основами, посмотрим основные действия и пара фишек, такие как Atlas и Texture и Zoptix. Доклад нацеллен на то, чтобы создать у вас представление того, как можно создать вообще игру вот прямо сейчас у вас в голове. То есть, вы будете примерно понимать, какими вам нужно будет пользоваться классами, объектами, чтобы, допустим, сделать вообще какую-либо игру. То есть, вы представили себе игру, вы представили себе сразу, какими объектами будете пользоваться и вы уже знаете, что писать. Вот примерно в таком стиле будет все происходить. Итак, основные требования знания Objective-C, конечно, понимать, как Objective-C управляет памятью, наличие компьютера и устройства с поддержкой OpenGL ES 2.0. Почему 2.0? Потому что вот версия COS 2D 2.0, о которой я буду рассказывать, вышла в этом году и они прекратили поддержку устройств, которые идут с OpenGL ES 1. Это начиная от iPhone 3GS, iPod 4G и iPad 1.0. минимальное устройство, на которое можно запустить это все дело. А, такой вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не соответствует этим требованиям. Стали выжить? Нет, может, есть люди, которые не знают Objective-C, есть Android-разработчики, есть, которые просто пришли и не знают, что такое разработка. Они не признают, один человек есть. Ладно, пойдем так. Кто полностью соответствует требованиям, может вообще приступить к разработке. Ладно. Количество потраченных нервов. Ну что, начнем с установки настройки. Первое, нам понадобится загрузить кокос, поставить шаблоны и я расскажу, как конвертировать это все дело в ARC, потому что по умолчанию этого всего нет. Загрузка очень проста, переходим по ссылке, нажимаем и у нас все скачивается. Вот сайт, я выложу презентацию в открытый доступ, вы можете нажать на эту ссылку и все будет у вас отлично. Установка. Тоже очень простая, мы просто открываем терминал и запускаем файлик Install Templates SH с параметром F. После этого уже можно открывать X-Code, нажимать новый проект и первое, что вы увидите, это всем известный Hello World. Вам, как бонус, будут подключены сразу Achievements и Leaderboard, то есть можно будет уже куда-то нажать, так сказать, вы можете увидеть маленькие циферки внизу, 59,9, это FPS текущий. А 3 это что? 3 это количество спрайтов вообще, которые отображаются. Вот на данный момент Hello World это лейбл, CC-лейбл класс. Это первый спрайт. Потом Achievements и Leaderboard это менюшка, которая состоит еще из двух спрайтов. То есть всего три спрайта. А 0,05? 0,05 это для меня большой вопрос, поэтому я, к сожалению, не могу ответить на него прямо сейчас. Так, что касается еще FPS, вот есть такая проблема, когда разрабатываете подкокус 2D, симулятор тормозит просто нереально. Вы пытаетесь оптимизировать как-то игру, не понимаете, что происходит. Оказывается, просто симулятор использует программный отрисовщик OpenJay. То есть если у вас на симуляторе все тормозит, то на устройстве может быть все на самом деле очень гладко. Вот такая распространенная проблема, с которой иногда борются. на устройстве. Да, то есть оплатка только на устройстве. Если коммерческие проекты, то тем более. Как показывает практика, да, это то, что не сильно различает, когда вливаются в разработку. Дело в том, что на iPhone SDK с кодом идет симулятор, а не эмулятор. Разница вроде бы казалась не такая большая звучание, но если посмотреть толковые слова, то симулятор это вещь, которая себя выдает за другую вещь. Она так таковой не является. Эмулятор это полная копия, с Android она даже еще медленнее работает, чем девайс. Поэтому Apple сделали. Симулятор они сделали и он действительно на 95% симулирует поведение реального устройства, но в таких вещах, как OpenGL, Enup Purchases, Push Notifications, он не может вообще выдавать какое-либо качество. Поэтому девелопер, если вы разрабатываете игры или OpenGL или еще что-либо довольно-таки девайс ориентированно, то без девайса, к сожалению, ну никак. Да. Это были правильные слова. Переходим к конвертации в ARC. Эта вся штука описана отлично в книжке, которая будет в конце, но вкратце тут все понятно. Мы собираем исходники COCOS 2D как Static Library. Кто понимает, что это такое? Отлично, очень мало людей. Жаль, что скриншот. Я добавлю это в исходную презентацию, которую я выложу в Skype. Там будет скриншот и все будет классно. Потом эту библиотеку надо будет подключить проект, она будет выглядеть как бла-бла-бла. точка A обычная библиотека. И сам проект нужно конвертировать в ARC. В исходе есть такая замечательная штука как автоматическая конвертация. Просто нажимаем, конвертируем. Думаю, не стоит показывать. Все найдут кнопку. даже если не найдут. такая штука как Stack Overflow тоже. Или естественно отбор под ARC. Да. Обзор тестов примеров. Что я много говорил, пора чего-нибудь вкусненького показать. Когда мы загружаем KOKOS 2D, там есть такой большой файлик проекта. Называется он KOKOS 2D iOS Xcode Proge. Там есть такой же файлик и для Mac, но так как мы мобильные разработчики, парочкой примеров. Вот это да? Вау! У нас тут все размещается. Ой, я могу смотреть и туда, и туда. Давайте посмотрим одну из тестов, которые идут. Так называемые переходы между сценами. Я еще расскажу, что такое сцены в дальнейшем, но вы хотя бы увидите хоть что там действие. Потому что когда идет голый текст, не сильно прикольно. Это называется iPad Retina. Не смещается. Он даже 50% не влезет. Блин. Есть такая штука как поворот. Да? А, нет. Это фиксится еще проще. Нет. двое просто iPad. Ну я думаю этого бы хватило. Ну ладно, пусть будет так. запускаем. Запускаем. Не, это нормально. Все нормально. Дизайн, конечно, выбрали не очень удачный. Синие буквы на вот таком вот галлюцингенном фоне. Ничего. Смотрим переходы. Это все, что можно сделать с помощью одной строчки кода. Это встроенные переходы между сценами. вот. Есть такие вот вообще имена открываются, все закрываются. Ладно, переходы все посмотрели. Проникли. Да. Это было классно. Хочу добавить, что в Кокос 2D есть встроенная физика, которая идет в комплекте. Это Чипманк и Бокс 2D. Кто слышал о таких штучках? Отлично. Кто предпочитает Бокс 2D? А кто Чипман? А кто ничего. Мы только слышали, они только слышали. Хорошо. Вообще разработчики склоняются в сторону Бокс 2D, но в принципе эти две системы предоставляют фактически одинаковые свойства. Если вы не сильно разбираетесь в физике, углубляетесь в это самое, то вам будет все равно, что использовать. Плюс Чипманка в том, что он предоставляет API на Objective-C, то есть вообще эти две системы написаны на C и на C++. То есть Чипманк на C, Box2D на C++. Но Чипманк еще предоставляет API на Objective-C. Вот в этом его разве что плюс. Посмотрим еще, точнее не еще, а на Box2D. можно увидеть, что все это дело движется, это сделать очень несложно, вот видим физику, да, можно бросаться объектами, просто управлять кубом, строить пирамиды, вообще очень тяжело, ой, была классная машинка, она еще может ездить. Вот такие машинки собираются из кусков, тут в общем есть какие-то ограничения. Колесо отрывать можно? Колесо отрывать можно? Отрывать колесо? Всегда можно попробовать, но я думаю нет, видите, не оторвалась. В общем, Box2D выглядит примерно так на тестах. Крутая штука, но доклад вообще не об этом. Доклад о том, что мы должны изучить основы сейчас, чтобы все понимали с чего начать. Вот собственно окно, которое вы видели, когда я классил по тестам. Обязательно запустите этот проект и посмотрите тесты. И когда вы будете смотреть тесты, смотрите код, как это сделано. Наверное все понимают, что код это очень большой источник вдохновения, обучения в какой-то области. Код всегда помогает разобраться, что где происходит и как хорошие люди делают хорошие проекты. Вот пример теста, это неинтересно, мы уже посмотрели. Основы. Простой пример кода, то, чего все ждут, я думаю, как все устроено, и я приведу аналогию CY-Kit. Аналогии, я считаю, это очень крутой способ понять, что и как происходит. Итак, мы видим результат и код. Код очень простой, мы объявляем две глобальных переменных спрайт, это Seeker, то есть Литун, вот, можно увидеть его внизу, и Кокос Гай, это человечек, вот этот в желтеньком квадратике. Создается все, как видно, с обычных PNG-файлов, и мы можем заметить, что методы, которые создают объекты, они статические, то есть это методы класса. В Кокос 2D принято вообще везде вставлять методы класса как конструктор, то есть у них ничего не нитится, ничего не лочится напрямую, а используется такой подход, чтобы потом эти все объекты, то есть когда мы делаем вот такой вот вызов, cc-sprite, спрайт, то есть файл, нам возвращается объект, который лочится, и ему добавляется сразу авторизм. То есть фактически у Кокос 2D очень мало возни с памятью, так как все объекты авторизмутые, и когда мы добавляем вот этот вот спрайт на селф, селф это у нас сейчас текущий слой, он получает естественно retain, он никуда не девается, и когда слой удаляется, у нас все объекты тоже удаляются. То есть с памятью мы практически не работаем. Тут все понятно, кому непонятно, что здесь написано, кто немножко Какая функция CCP, почему она так называется? Какая функция? Ну, которая зовет координату. CCP, в Кокосе очень много макросов, которые используются для дублирования методов и объекта Коко, ну, то есть IOS SDK. CCP это тот же CG Point, то есть в позициях можно было передать Central, только там центр, это, по-моему, центрирование, или нет? CCP, CC это значит Кокос, P это Point, Кокос Point. Для этого CCP есть очень много методов, которые помогают преобразовывать точки, получать расстояние, там, всякие косинусы, синусы и прочая тригонометрия. Поэтому лучше пользоваться CCP, чем CG Point, это позволит вам в итоге в сложных играх пользоваться удобными макросами, вот как, например, CCP, он не очень удобный, но в итоге вы можете получить больше преимущества, когда будете обрабатывать сложные какие-то взаимодействия с объектами. Есть еще, может, вопросы по этому? Специфика геймдева в том, что много приходится работать с математикой и точками. Все постарались как можно скучковать, поэтому писать крейт, рек, из чего-то там. тут такого нет. Все бы быстро умерли. Да, кстати, есть следующее. Добавим движение. Как у нас происходит вообще в кокосе обновления экрана. То есть, обычное приложение, когда мы вложим на них кнопки, приложение ждет от пользователя ввода. Тут все вообще не так. У нас есть метод, который вызывается, допустим, каждый фрейм. Это стандартный метод апдейт на каждом слое. Тут мы создаем свой метод обновления. Вот видим schedule selector next frame. Этот метод будет вызываться каждый фрейм. Вот когда мы создали проект, по умолчанию у нас он идет на 60 фпс. То есть, 60 раз в секунду мы будем вызывать вот этот вот метод next frame. В этом методе видно, что мы перемещаем просто нашего летуна, который был на прошлом. Вот этого человечка просто вправо в горизонталь. И когда он дойдет до конца, он просто слева появится и будет заново открытить. Ив его передвигает, когда он выходит за экран, больше экрана, 480. Если он выходит за экран, то он просто телепортируется влево и начинает опять идти. Тут разработчики за hardcodile 32, вот это не сильно круто. Лучше взять у спрайта свойства, у него есть bounding box. В этом bounding box есть size, его делим на 2 и получаем нужную величину. Да, кстати, насчет объектов, все объекты в кокосе, в точке привязки всех объектов в центре находятся. Хотел это сказать. Можно? Малинфер-машку, опять же, вот frame, то, что не совсем понятные игры, ну, то, что пытался рассказать Тарас, все UI-приложения, которые мы делаем, они у нас отрендерились один раз, и система ничего не рендерит. И прикол игр в том, что приходится показывать какую-то анимацию, анимация имеет frame rate. Мы все глазами видим 24 кадра в секунду, но мозг штука хитрая, она, на самом деле, мы замечаем, что даже если что-то рендерится, скажем так, в играх, требуется обычный FPS в 2 раза больше, чем 24. То есть, обычно считается нормальным рейтом то, что идет больше 48 кадров в секунду. если меньше, мы не видим, что оно блымает, но мы это ощущаем, что что-то где-то происходит не так в игре. Поэтому в играх, так как анимация, мы должны каждый кадр отрендерить и показать его вот целых 48 штук, а по дефолту в кокосе целых 60 картинок нарисовать за одну секунду. Это довольно-таки забавная вещь, потому что мобильные девайсы не всегда могут выдавать такое качество, и вы видите игры, там если запустите NFS какой-нибудь, на первом iPad, вы видите, как все замечательно включат. Вот, это падение фреймрейта. И опять же, специфика платформы iOS, то, что здесь нет гарантированного вызова. То есть, как вообще делаются эти фреймрейты? самый стандартный подход, который там, бог знает, когда визуале, есть NS-таймер, который ты говоришь, вызывать энное количество раз в секунду. Все бы было хорошо, если бы оно гарантировало нам именно вызов в то время, которое вы задали. Так как система, она сама балансирует, что и когда дергать, никто вам не обеспечит то время, которое вы указали в таймере. Поэтому в UI-ките с четвертой версии добавили CG таймер. Короче, специальный таймер, который рассчитан на отрисовку графики. Кокос как раз его использует. И вот этот вот фреймрейт вы выставили 60, но это еще не значит, что у вас действительно будет рендериться 60 раз в секунду. Все будет зависеть от загрузки системы, от того, что вы делаете на каждом фреймрейте, и насколько вы будете попадать в это время или нет. То есть, это кардинально отличает разработку UI-ных приложений утилитарных от геймдеба. Здесь немножко другие подходы, другие проблемы и работа с графиком. По поводу игр есть хорошие, именно теории разработки игры есть девелопер Фабиан, забыл фамилию, я дам линку скорее всего тщательно, этого чувака, он рассматривает как раз классические примеры Вольфштейн 3D от Джона Кармака, которые написаны для айфона, и полностью расписывается, почему, какой фреймрейт, как оно работает, и почему он не гарантирован, и как с этим бороться. В данном случае, для понимания игр в целом, очень советую почитать этого чувака. Добавлю сейчас в чат. Отлично. Может кто-то заметил, ой, после цифры 100, все видят цифру 100, есть умножение на dt. То есть, как Игорь сказал, нет гарантии, что вот этот метод на экстреме вызовется именно 60 раз в секунду, поэтому нам в этот метод приходит dt, это так называемый дельта тайм, да. Если мы, вот при 60 фпсах это будет единица деленная на 60 фактически. Если мы умножим расстояние на вот эту вот штуку, то вне зависимости от того, какой у нас фрейм грейд, у нас всегда объект подменится на 100 пикселей. Это всегда используется в разработке игры. Всем понятен этот момент, да? То есть, фактически номер фрейма, да? Это не номер фрейма, а это... Номер шага. Размер шага в секундах. Прирост. Ну, фактически это из математики, это... Я же говорю, при 60 фпсах это будет 1,6. Если 30 фпс будет 1,5. Если он уменьшится, то вызовется 50-50 раз. Получается... ДТ будет расти. ДТ будет... 1,5 будет. Нет, ДТ будет расти. То есть, это та штука, которая позволяет... Нет, ДТ не растет. Не растет? Оно постоянное. А, ну да. Оно зависит от количества фреймов. Если у нас 30 фреймов в секунду, ДТ равно 1,3. То есть, зависит от того, какой у нас фреймрейт в данный момент времени. То есть, если сейчас ДТ замену на 1,6, то это все будет окей? Мне кажется, оно растет. Нет, все не будет окей, потому что вот этот метод next frame нет гарантии, что он вызывается именно 60 раз. Нет, понятно. То есть, ДТ на каждой секунде она разная получается тогда? При одинаковом фреймрейте ДТ одинаковая. Но если фреймрейт будет 50 в этом... То у тебя спрайт будет двигаться быстрее. Визуально. Если ты поставишь хардкодом 1,6, а у тебя фреймрейт будет, например, 10, то спрайт будет лететь вообще с бешеной скоростью. Но если я 100 умножу 50 раз на 0, там, 1,6 или я 100 умножу 60 раз, то позиция будет разная относительно левого края, судя по этому поводу. Тут дело не в позиции, а в скорости перемещения. То есть, сделано для того, чтобы при разном фреймрейте, будь то 10, FPS 30 или 60, спрайт двигался всегда с одинаковой скоростью. Все равно непонятно. С одинаковой скоростью я понял, но расстояние, то есть, разное пойдет. Да, меньше фреймрейт, больше расстояние, для того, чтобы визуально не отличаться. Нет, это просто постоянное, которое рассчитывается при выставлении фреймрейта. Нет, это не расстояние. Не расстояние, это просто количество, короче, частота. Слушай, это DT, оно зависит от текущего фреймрейта. Выставленного, не реального, который рендерится, а который выставлен. Нет, от реального. От реального? Да, А от реального. Короче, будете писать, увидите. Да, вы с этим столкнетесь и увидите вот такую штуку. Обработка касаний очень просто. На лейере включаем из-тач-набled, и у нас летят тачи вовсю. Методы примерно такие же, как у UI-View. Наверное, все работали с touch-as-vue-gun, touch-as-ended. Тут все... А, кто работал, да, кстати. Ну, это классический старый метод. Здесь все аналогично, просто они добавили префикс cc, и все. То есть, в этом коде видно, что мы получаем координаты в текущем слое. И на touch мы останавливаем все действия вот этого нашего желтого человечка, точнее, кокоса в желтом квадрате. И потом запускаем действие, вот это первое действие. А можно как это? Я сделаю dirty hack, я просто знаю код, который рассматривается. А ты запусти, покажи экзампл, и тогда, когда ты будешь рассказывать код, станет понятие, что он делает. Можешь запустить этот экзампл? Вот, если бы был экзампл, я бы его запустил, но я запущу другой экзампл, который реализует примерно то же самое. Экзампл есть, просто они очень интересные чуваки, я не знаю, пофиксили или нет. Вот этот вот самый экзампл с этим сикером, он у них описан в документации, но проект не содержит эту картинку сикер. В первом гене ты заходишь в Google, пишешь сикер.пнж, он выдает эту картинку с кокос 2D, ты ее сохраняешь, закидываешь в проект, и у тебя тогда начинает все работать нормально. Покажи нам этот пример. Было бы классно, если бы я знал, как он называется. Он в дефолте, когда ты создаешь... Hello World? Нет, в Hello World нет. Нет, его в дефолте нет. Я на самом деле такой проект создавал сам, добавлял картинку с сикером, добавлял картинку с кокосгаем, в итоге... Нет, это так будет. Фонбокс 2D. Нет, это соберет библиотеку. Я хочу показать... Попробуй просто кокос 2D. Это тоже библиотека. Баг 300... Сейчас, одна секунда. Not Test Particle... Touches, наверное. О, Touches, Test. По-моему, это он едет. Нет, это не он, это перемещение такого человечка в фиолетовой рубашке. Он будет лететь, наверное, головой вниз, нет? Нет. Очень похоже под описание. Это что-то вообще непонятное. Это очень похоже на 4 кирпича и шарик. Капитан с нами. Капитан с нами. Да, капитан с нами. Ладно, не будем зацикливаться на этом моменте. Мы все пришли, чтобы не посмотреть на этот сикер, хотя, может, и все-таки кто-то пришел с этой целью. Игорь. Игорь. Если найдешь этот пример, будет вообще супер. Я этот слайд отложу. Запомним номер. Номера нет. Нормально. Игорь. 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 Иерархия. Есть сцена интро какая-то. Есть сцена, ну, интро, допустим, там, loading. Пусть будет это интро. Есть сцена меню, в котором мы можем выбрать там один плеер или два плеера. Есть сцена уровень 1 и так далее. Вот катсцена, кстати, кто не понял, это переходная сцена между двумя. Игорь. Ну, неважно. Да. Вининг катсцен. Я просто прочитаю, не все, я думаю, видят, что там написано. В конце написано Вининг катсцен. Это, то есть, сцена, которая вызывается, когда мы выиграли. И внизу там написано High Score. То есть, это примерная логика перехода между сценами. Между всей этой штучкой можно вставить вот анимированные переходы. Транзишн тест. Я вам его вначале запускал. Это там, где был рисунок такой с синими буквами. Переходов можно вставить очень много. Но я рекомендую выбрать какой-то один и не зацикливаться на этом всем. Потому что переходы они так классные. Но когда их сильно много, это просто отвлекает пользователей. Можно увидеть, что запуск первой сцены происходит через Singleton CC Director. И мы у слоя Hello World берем статический метод сцена. В этом методе я, к сожалению, код не скопировал. Создается объект сцены. На него ложится сам слой Hello World. И все. И это все дело запускается. Это прямо к мейне? И вот эта проблема, что я не могу показать сейчас, где это все происходит. Это все происходит в AppDelegate. Давайте я вам открою сейчас проект Hello World. Вы все увидите. Hello World. Всем видно код. Я думаю, не всем, шриб достаточно маленький. Это Xcode Properties. Открывай Xcode. Preferences. Тут, по-моему, есть Presentation, да? Fonts and Colors. И там есть Presentation. С слева предпоследнего. О! Спасибо. Уберем вот эту левую менюшку. Итак, AppDelegate — это то, что я хотел рассмотреть. Ну, подумал опустить, потом думал рассмотреть или нет. Все-таки посмотрим. Итак, как обычно, мы создаем Window — стандартная фишка. Я думаю, тут все понятно. Затем создается Gel View, на котором все, собственно, и рисуется. Задается формат текстур. 5.6.5 — это означает, что 5 бит у нас будет на красный цвет, 6 на зеленый и 5 на синий. Если мы хотим классной графики, которая будет в 24 битах и очень красиво выглядеть, можно использовать вот это вот. Если у нас графика там какая-то реалистичная. Просто меняем, и у нас на каждый цвет будет по 8 бит. Плюс еще и альфа-канал в придачу. Тут альфа-канала мы можем заметить, что нет. Это все, что я хотел сказать по вот этой вот штучке. Это все вам будет неинтересно. Затем мы создаем директор, который мы уже видели. Чего я кастую? Что? Чего я кастую? Кого кастовать? Директор. Директор кастую для того, чтобы... Вообще директор, он как бы идет ID-шником, он общий для Mac и для iOS. То есть мы создаем... Вот этот директор возвращает... Сейчас даже посмотрим... Не знаю, стоит ли углубляться в эту штуку. В общем, есть два директора, iOS и Mac. Вот этот директор iOS, этот возвращает ID, а этот мы кастуем iOS, чтобы не было warning. Вот примерно весь ответ на вопрос. Set display stats. Вы вначале видели 59,9 FPS. Это именно вот этой строчкой, они включаются и выключаются. Animation Interval. Вот единицу делим на 60 и у нас получается на 60 FPS. Затем мы директору присваиваем gel view. Ставим делегат на себя. Проекция. Вот, кстати, насчет проекции. Если вы хотите использовать всякие 3D фишки и 3D переходы, с проекцией 2D у вас будет везде черный фон. То есть у вас не будет прозрачности. Потому что нет Z-буфера для OpenGL. Поэтому, если вы хотите делать какие-то 3D вещи, ставьте проекцию в 3D. Ну, тут понятно, закомментировать, раскомментировать. Enable Retina Display. Что касается Retina Display, у COCOS 2D есть тоже свои суффиксы, которые вы можете увидеть ниже. Вот, для iPhone используется суффикс HD. Для iPad – iPad. И для Retina графики на iPad используется iPad HD суффикс. Эту штуку можно менять, но не рекомендуется ставить собачка 2X стандартную. Есть одна штука с вот этими вот суффиксами. Можно ставить собачка 2X на сплэш-скрине. Если у нас, допустим, сплэш-скрин совпадает с бэкграундом на первой сцене, можно таким образом сэкономить несколько мегабайт места, не дублируя сплэш-скрин. Мы просто меняем суффиксы на 2X, ставим на бэкграунд дефолт и меняем суффиксы обратно. Вот такой трюк используется, чтобы, ну, опять же повторюсь, не дублировать сплэш-скрин, если он совпадает с главным меню. Я таким образом в игре сэкономил место в размере на 7 мегабайт, так как графика была и на iPad Retina, и на iPad, и на iPhone HD, и на iPhone. То есть сразу на 4 устройства. Кто запомнил эту штуку, просто отлично. PVR Images. Это все нам пока не интересно. Есть текстуры в формате PVR. Они очень быстрые. Пока что это все, что я о них скажу. То есть лучше не сохранять не в PNG, а PVR. Но на этом я останавливаю свой поток мыслей. И вот мы можем заметить, что сцену первую можно стартовать не только run with сцена, а просто сделать push. Дальше я приведу аналогию с UI Navigation Controller и директором. Это примерно работает одинаково. То есть мы делаем push сцена, pop сцена. И есть такой метод, как replace, то есть заменить сцену. Также мы создаем Navigation Controller, чтобы у нас поддерживалась авторотация. В KCOS 2D она поддерживается вплоть до iOS 6. Вот буквально месяц назад выпустили fix для iOS 6. Там все отлично. Здесь же мы можем указать, какие нам нужны ориентации поддерживаемые. И тут пошли уже стандартные методы. Когда у нас приложение выходит из бэкграунда и показывается, у нас на директор вызывается метод resume, который возобновляет всю нашу игру и все анимации. Соответственно, по выходу в бэкграунд, то есть когда приложение сворачиваем, директор останавливает все анимации и действия. Ну и вроде больше ничего тут такого. А, кстати, когда мы получаем memory warning, у нас автоматом написана строчка, которая очищает все кэши текстур и спрайтов. А чем метод паузы у директора отличается от метода stopAnimation? Метод паузы? Ну или резюм от старта. Это, конечно, вопрос. StopAnimation вообще завершает всю анимацию и приходится это все дело инициализировать заново. А метод паузы просто все это дело переостанавливает. StopAnimation и StartAnimation нужно вызывать, когда мы добавляем какие-то модальные окна на наш OpenGLView. В этом случае пауза не прокатывает и тогда все ломается в кокосе. Вот когда мы добавляем UIKit на кокос, мы должны перед показом, допустим, нашего контроллера вызвать StopAnimation и после показа StartAnimation. Таким образом, допустим, наш гейм-центр будет нормально отображаться, а директор правильно остановится. То есть не используйте паузу, если надо показать модальное окно. Ну, тут сброс какого-то внутреннего таймера кокос, не будем вдаваться в подробности. Я считаю, мы метод AppDelegate полностью рассмотрели, и вы примерно поняли, как все устроено, как все инициализируется. Я прав? Да. Отлично. Следующий слайд. Слои. Давайте вернемся к нашему проекту все же. Есть у нас такой слой, который называется HelloWarpLayer. Вы заметили метод сцена, который вызывался на слайде, да? Вот он, статический метод. Очень просто все. Создается сцена, статический метод node возвращает node. Аналогия node – это UIView. Это почти то же самое. Только отличие в том, что node нельзя покрасить или что-то на ней отобразить. Это просто пустое место, которому можно задать позицию, вращение и прочие штучки, которые я покажу чуть позже в слайдах. Затем мы создаем сам layer. На сцену уложим layer и возвращаем сцену. Сцена нужна для того, чтобы организовывать всякие там transition, ну, переходы. И все, собственно. Вот для этого сцена используется. Как промежуточный объект. Метод init. Мы создаем наш лейбл, который вы видели. HelloWorld, да? Со шрифтом, неважно с каким шрифтом. Затем мы получаем размер окна. Очень важно. Я обычно в макрос наношу вот эту вот штучку. Там пишу или size, или screen size, потому что очень часто используется. Скажи, пожалуйста, вот эти размеры, если я запускаю на Retina и у меня на Retina девайсе. Это какие-то логические точки или это пиксели? Это логические точки, но есть API для пикселей. То есть, по умолчанию в KCOS 2D все используется в точках. То есть, на Retina дисплей и на обычном будет все одинаково. Но это от нуля до единицы получается? Плоты какие-то? Нет, это обычные пиксели. Допустим, для айфона будет 480. Ой. 320 на 480. То, что мы привыкли в UI-ките видеть. А для пятого айфона? Для пятого? 320 на 560 880. Ну, точно так же, как и для пики руками. То есть, если я хочу для Retina задать конкретный пиксель, мне надо стоить 0,5. Почему 0,5? Ну, потому что пол пикселя логического, и тогда он на физическом. А, да, да. Ну, здесь логика. Но тут можно смещать и на пиксели. То есть, есть метод setPosition, а есть метод setPixelPosition. Это обратная совместимость, так как у них раньше было все на пиксели. Тут все просто. Лейбл мы задаем позицию. Потом лейбл ложим на наш слой. Вот self. Видим, что наследуется у нас layer от обычного CC Layer. Обычный слой. На него можно вложить все, что угодно. Спрайты, лейблы. В общем, все классы, которые наследуются от CC Note. И тут код для лидербордов и ачивментов. Создается меню. Кстати, меню это единственный способ пока создать кнопки в кокосе. Официальный. Есть разные дополнения типа CC Button. Но без них создается через меню. То есть, у нас два меню айтема. Первый. Ачьимент лидерборд второй. Потом создается меню с этими айтемами. Есть классные методы, которые размещают все горизонтально. Можно указать padding. Например, для меню Angry Birds. Вы видели все Angry Birds, да? Там все сеточкой, не помню, 4 на 3. Вот есть метод, который сделает там... Сейчас покажем. Align items in columns rows. Вот. Все, что вам надо. Не надо никаких писать там циклов, которые все разместят. Все есть в меню. Поломали проект. Починили. В меню тоже задаем положение. Добавляем на слой. Все. Дальше идут делегаты GameKit и лидерборд. Вот. Собственно, Hello World. Это он и есть. Больше ничего на Hello World нет. В проекте. Intro layer. Это непонятно, что такое. Через интро? По-моему, да. Может быть, кстати. По-моему, он нитится intro layer, а потом с него какие-то... А, точно. Нитится intro, а потом делается реплейс на вот этот вот Hello World. для того, чтобы мы показали все с классным переходом в Fade. Вот давайте запустим и заметим, как это все дело плавненько вот перед нами. Я заметил. Да, все заметили? Вот. Именно для этого сделан intro layer. Просто, чтобы сделать переход. Давайте продолжим презентацию. И так уже затянулось, я считаю. Слои. Я думаю, все поняли, что такое слой. В основном, игра вся состоит из слоев. То есть, на сцену ложится, например, вот внизу видите, да? background, слой анимации. Представьте, что вот та штучка двигается с ногами. И слой меню. Не рекомендуется использовать много слоев, так как это очень тормозит все дело. И вообще. То есть, старайтесь держать иерархию слоев как можно меньше. Потому что это очень сказывается на производительности. CC layer также может отрабатывать события акселерометра. Мы включаем просто из акселерометра enabled и принимаем стандартные делегаты акселерометра в этом же классе. Если нам надо. Но это все события лучше отлавливаются в animation layer, правильно? У нас есть, допустим, hello world layer, да? На него ложится background layer, animation layer и mini layer. Это все один класс, в котором создаются слои. И вот в этом классе мы отлавливаем и touch события, и акселерометр, и вот все остальное. Спрайты. Я думаю, все уже поняли, что спрайты – это обычные картинки. Аналогия, UI, image view. Вот. Суффиксы вы можете, опять же, прочитать для ретинографики. И, кстати, для текстур. Размер текстуры спрайта всегда равны степени двойки. Вот, например, текстура для картинки 257 на 100 будет размером 512 на 128. Вот. Вникните в эту ситуацию. Когда вы будете работать с дизайнерами, старайтесь сделать так, чтобы картинки были, например, 256 на 128. То есть не вылазили за рамки, потому что будет использоваться очень много лишней памяти. на вот эти все не обрезанные правильные картинки. А, кстати, я когда делал игрушку, вот, на iPad первом заметил, что все картинки как будто размыты полностью. Мне это сказали, я не придал сначала значения, но потом все-таки покопался и понял, что для всех картинок по умолчанию включен анти-алиайзинг. Чтобы его выключить, есть метод, а не буду писать, вы запомните, я его сюда включу. set-aliase-text-parameters для спрайтов. Чтобы сделать все обратно, мы ставим set-anti-aliase. можно, в принципе, сделать категорию для класса спрайтов, но чем крут анти-алиайзинг? Когда у нас включен анти-алиайзинг и мы двигаем объект, у нас нет никаких артефактов, то есть объект двигается плавно. А когда у нас анти-алиайзинг выключен, объект очень четкий и видны артефакты, вот, когда мы перемещаем по пикселям. Поэтому для статических объектов анти-алиайзинг мы выключаем, а для объектов, которые двигаются, анти-алиайзинг включаем. Есть народ, который не спит еще? Директор. Про директор я рассказал. Управляет переходами. Это все, что мы видели, в общем, в AppDelegate. Note. Похож на UIView. Базовый класс для большинства объектов. Вообще основной класс. Сам ничего не может отображать. И у него есть очень много свойств. Таких как размеры, прозрачность, OpenGL Exposition. То есть, если нам надо правильно разместить слои в порядке, мы задаем позицию, например, для одного спрайта 1, для второго 2. И тот, у которого 2 будет на слой выше. То есть, чем выше Position, то есть не X, а Z-Position. Это глупая опечатка, очень глупая. Чем больше OpenGL Exposition, тем выше у нас на слое спрайта. Ой, быстренько пропустил. Аналоги все такие. Чтобы вы примерно поняли, что к чему. Директор очень похож на Navigation Controller. Методами Push-Scene, Pop, Replace. Ну, Replace нету. Слой похож чем-то на ViewController. Тем, что у него методы есть аналогичные ViewDidAppir и ViewDidAppir. Они называются OnEnter и OnExit. Можно что-то в этих методах засетапить. Я думаю, кто-то пользовался методами. Так что вопросы не должны возникнуть. CC Note похож на UI View, но фишка в том, что вы не найдете там такую штуку как BackgroundColor. Он вообще ничего не сможет показать. Если вам нужен какой-то цветной слой, используйте CC LayerColor. Если вдруг какой-то нужно Overlay наложить. Это единственный класс, который поддерживает без картинок закрашивание. Ну и справит похож на ImageView. Действия. Но у тебя, наверное, ищет проект. А, кстати, я нашел. Можно другой показать. О, давай. А что он здесь делать? Где у тебя библиотека эта? Вот здесь есть хороший пример. Click Me. Click Me. Выше, наверное. Еще выше. Click Me. А, это когда в фиолетовой рубашке человек с большой головой. Да. В принципе, то же самое. Только немножко психоделичнее. Я бы сказал, не сильно немножко. И фактически можно его move. И как раз вот прикол в том, что вы указываете конечную точку и пока он туда двигается, можно его прервать. И вот как раз вот это вот Stop All Operations действует. То есть можно подебажить, посмотреть, что он в зависимости от фреймрейта он сдвигается. И в то же время вы можете кликнуть, пока происходит движение в заданную точку, остановить и он полетит в новую сторону. Но здесь код достаточно простой. Немножечко, может, сложнее, чем вот этот Seeker. Можно открыть и показать. Открыть и показать код вот этого примера, да? Да. Это будет достаточно сложно. Потому что там все примеры вызываются через NSClassFromString. Ох ты, господи. Я думаю, можно... Давай презентацию подпишу. Ну, в принципе, можно не смотреть. Очень похоже на Seeker. Да, очень похоже. Вот может, кто примерно из вас всех понимает, как сделать вот такой простенький тест, который был? Ну, я думаю, что... Один человек. Вам надо попробовать, там, на самом деле, ничего такого страшного. Да, кстати. КокосВД очень просто в освоении. Когда вы это все дело пробуете, у вас практически сразу все получилось. Не унывайте. Качайте и делайте. Я так делаю себе без кокоса вообще. Кстати, без кокоса тоже можно... А как без кокоса? На UIKit? На UIKit можно писать. UI Image View на самом деле поддерживает стэк анимации. Можно на него напихать картинок, сказать, играй. Играй с заданным количеством смены картинок за секунду. Но проблема в том, что он доигрывает, останавливает и никому об этом не говорит. То есть написать стэк, бесконечную анимацию можно сделать, чтобы он повторял. А сказать, что ты там доиграю и дерни меня достаточно проблематично. Поэтому это раз проблема. Вторая то, что эта отрисовка... Ну, все равно использует Quartz Core и все равно использует OpenGL. Но такие фреймворки, как Quartz 2D, они изначально заточены на производительности. Изначально рисуют с помощью OpenGL ES, что очень выгодно повышает фреймврейт по сравнению с ручными велосипедами. Да, вообще нереально повышает. Если вы, конечно, разработчик Брейд, если не слышали такую историю Брейд девелопера, он за две недели на игрушку Брейд вообще видели? Да. Вот, он, да, он написал демо, ну прототип, он написал за две недели. И написал с процентов 80 функциональностью, с замедлением времени, со всеми фишками игры. Прикол в том, что он пишет 20 лет игры. То есть можно написать велосипед, но пока у вас мало опыта... Брейд. Брейд. А, точно. Не Брейд и... Вот примерно вот так выглядела игрушка. Да, она достаточно крутая. И демка была написана за две недели. Потом, конечно, он очень долго доводил ее до ума. Но прикол в том, что, если вы умеете, вы можете писать свои велосипеды. На первых парах лучше использовать чужие велосипеды. Да, одним из этих велосипедов есть Кокос 2D. Я бы сказал, даже мотоцикл. Очень мощная штука. Мопед. Мопед, да. Мопед не мой, я просто разместил объяву. Итак, список базовых действий, которые вообще можно сделать. Собственно, можно менять позицию, увеличивать, делать поворот, изменять видимость, прозрачность и цвет. Можно заметить везде суффиксы типа by и to. Вот когда суффикс идет by, это изменение значения на заданную величину относительно. Это понятно? Да. И to устанавливаем значение в заданную величину. То есть, тоже понятно, да? Да. Этот список вы можете посмотреть, когда я выложу презентацию, попробовать все эти действия на практике. Все делается очень просто. Atlas Texture. Есть такое классное приложение, называется SwapTex. Вообще, зачем нужен Atlas? Если мы будем добавлять отдельные спрайты на слой, то по производительности у нас каждый спрайт будет отрисовываться в отдельный OpenGL Draw Call. Ну, то есть, будет идти какой-то вызов, это занимает время. Если мы делаем вот этот вот Atlas в комбинации с вот этой штучкой. Кто запомнил? Match No. Отлично. То у нас все текстурные Atlas отрисовываются в один Draw Call. Это очень повышает производительность. Например, когда у нас идет стрельба из автомата, там, не знаю, яблоками. И у нас 200 яблок на одном слое. Вот когда это все рисуется в один Draw Call, это просто как вот самолет пролетел так. А когда все рисуется отдельными спрайтами, то производительность вообще не какущая. Поэтому... Ай блин. Качаем SwapTex. Собираем весь интерфейс, например, в текстуры. Это очень все просто добавляется. У нас SwapTex генерирует большой такой спрайт-шит. Плюс к нему P-лист. Мы с этим P-листом инициализируем... А, мы в кэш добавляем этот P-лист. И в итоге мы можем создавать спрайты простым методом. Sprite with Sprite Frame Name. Вот это имя, это имя каждого вот этого из спрайтов. Примерно понятна технология? Можно я как-то задам вопрос? Да. Кто хавырял вообще чужие iPhone-приложения? Любые. Да, вообще любые. Ну просто очень хороший способ посмотреть, как делают другие люди. Если вы скачаете приложение, вы можете там на телефоне качать, а можно качать в iTunes на десктопе. Когда вы скачиваете iTunes на десктопе, приложение, оно является с расширением IPA, его можно найти в iTunes Library. Так вот, если взять IPA и переминать его в zip-файл и распаковать, оказывается, что это архип, в котором лежит application bundle, который можно раскрыть и в котором можно полностью посмотреть ресурсы игры. И очень часто, если вы начнете ковырять хорошие игры там от чилинга, то вы посмотрите, что каким-то хреном все ресурсы слеплены на вот такие вот спрайты. Да. И можно догадаться и поковырять. Например, если поковырять Angry Birds, то можно увидеть, что уровни написаны на скрипте Lua. Очень много таких вещей, которые просто, вот посмотри, как делают другие люди, очень эффективно ковырять чужой код. Ну и опять же ресурсы. Причем есть техник, еще можно даже посмотреть, какие используют библиотеки. Либо, например, пострадать там реверс инжинирингом того же iBooks и посмотреть, как Apple поступает нечестно, используя приватные API, которые не разрешают использовать другим. Хотя сами распространяют iBooks через Store. То есть смотреть чужие приложения – это полезная очень штука. Ну даже хотя бы посмотреть там картинки, ресурсы, как они сделаны. Слышишь, ну а слеплять в Atlas надо только спрайт для одного лавера, да? Или можно для всех в один большой налепить? Хотел сказать, вот эта штука, C-Sprite Batch Node, она поддерживает только спрайты, которые в отдельном Atlas. То есть если мы положим что-то другое, у нас приложение просто так и вылетит. То есть вообще на Batch Node ложатся все спрайты, которые с одного полиста. То есть сам Batch Node не дописал сложение? Нет, вопросы разные. Или о чем вопрос? Один Atlas или несколько? Ну можно ли вообще все-все-все, что есть в приложении сложить в один Atlas, загрузить и потом использовать? Либо есть смысл бить? Ну наверное есть смысл бить. Ну вернее можно, но а как там уже это сделать? Можно, просто вопрос в том, вот это все можно сделать. Вопрос только о вот этом C-Sprite Batch Node. Если у вас, например, все на одном слое лежит, все приложение, вы это все кидаете, у вас скорость просто моментальная. Но если вам нужно, например, положить что-то слоями, то есть разными слоями, у вас допустим три слоя, есть смысл использовать текстуру, но тогда у вас будет, например, ну пусть даже не будет Sprite Batch Node, зато все будет аккуратненько сложено на одном спрайт-шите и вы будете просто вызывать через cache Sprite with Sprite Friend Name. Очень удобная штука. Ну опять же, наверное, это надо просто проникнуться, то есть я понимаю, что сейчас 80%... Да, я тоже понимаю. К чему это? Поэтому, наверное, есть смысл проехать, потому что это такая, ну, основополагающая штука, но ее надо банально проникнуть. Да, поехали. А золот текст халявный движение? Золот текст халявный, полностью. То есть качаем и работаем. Система частиц. Кто понимает, что это такое вообще, я думаю, не знаю все. Давайте посмотрим просто пример. Классный. Очень быстро. Система частиц. Вы увидите, что это такое. Партикл. Да, партикл. Это очень красивая штука на самом деле. Симулятор используется. Вот, например, система частиц, которая делается нереально просто, вы даже не представляете. Как это просто. Вот классные частицы для лавы. Для лавы что-нибудь? Есть. Да, конечно. Сейчас увидим. Так, это фейерверк. Это все стандартные, которые встроены. Я сейчас покажу, как сделать свои. Тоже. Быстро. Вот есть метеор. Фаер. Дым. Взрывы. Снег. Дождь. Который, по-моему, не видно. Неважно. Не, ну это понятно, что это делать там очень просто. А какие-то кастомные штуки. Вот. Кастомные штуки. Открываем презентацию. Сразу хочу сказать, что выложуя презентацию, вы посмотрите вот эти вот свойства, которые можно задать системе частиц. Зачем они все нужны? Есть такое крутое приложение, называется Particle Designer. Его сделала студия 71 Squared. Можно скачать по ссылке, оно бесплатное. Но в чем смысл? Оно не позволяет импортировать бесплатно P-листы с вот этими всеми настройками. Приходится руками копировать. Да. Приходится копировать с руками или же, ну, покупать. Или написать еще одно бесплатное приложение, которое само отберет параметры. Да. Вот. То есть, вот эти все параметры. Мы, например, создаем свой класс Particle System. Наследуемся от того же I. Particle System Quote. Это самая часто используемая Particle System, которая базовая. И просто в этом классе, в методе initVisTotalParticles задаем все эти значения. Это такой самый простой способ создать. Скачиваем приложение. Играемся с разными настройками. Ставим разные текстуры. Вот видите, желтая. Ой. Зеленого человечка. Это текстура Custom. А она есть? Да. Можно показать? Данее. К сожалению, не было Wi-Fi. Поэтому я ее не скачал. Ну ладно. Давай не будем качать. Да. Давайте не будем уже качать. вы сами скачаете и вопрос да я понял литература я хочу сказать что эта книжка выслал недавно но есть книжка без цифры 2 это очень классная книжка все кто просто будет начинать изучать кокос 2d или кто вообще работал с кокос 2d по любому ее прочитайте я сам прочитал эту книжку после того как уже поработал с кокос 2d она мне очень помогла во многих моментах тут очень много всяких фишек приколов она очень затягивает и вообще тут все классно объясняется есть она на английском языке может для кого это станет барьером если для кого станет я рекомендую выучить английский язык да и собственно ссылки вот этот вот сайт пусть он даже один но я рекомендую изучить с него documentation тут именно для beginner очень отлично расписано плюсик плюсик да конечно для beginner а вот тут наверно сикеры будет не знаю клингберс о кстати твит джамп все качаем это классика это вообще классика жанра запомните название твит джамп все запомнили и самый большой прикол она не тестируется на симуляторе для того чтобы посмотреть и джамп по идее нужно да ладно я на симуляторе запускал а нет ну ладно мы его запустим посмотрим ничего страшного что у нас ничего не запустится но мы не поиграем он нет она для первого кокоса это полный фейл мы его не соберем в общем старая штука epic fail я его сам отрефакторил на кокос 2d ну него скачать и будет очень полезный опыт кстати отрефакторить на кокос 2d 20 это бы показать о да вот собственно дуду джамп кто играл дуду джамп вот но прикол в том что действительно на симуляторе нет акселерометра поэтому не поиграешь вот в принципе птичка которая прыгает оля до прием на кокосик классно очень поиграться с этой игрой я вот птичке задал ускорение не вниз а вверх я нас летала просто как ракета там пролетая кучу бонусов очки набирались просто нереальными количествами ну было очень весело в общем я просто ушел пить чай и набрал миллион очков хакер а вообще youtube спасает ну прикол в том что это пишется очень легко с минимум усилий зданием графики фактически можно посмотреть здесь по моему одна сцена один директор и совсем не много тут одна сцена играть проиграть упасть упасть классический дуду джамп когда ты падаешь мимо платформы вниз экрана ну вот он сейчас проиграет а возможно раньше слушай ну а расскажи вот ты пишешь да да кто тебе дизайнер дизайнер композитор к сожалению свою игру я к сожалению могу показать по религиозным соображениям я показал на кокосе причем более хардкорный вариант для макоси что переключить давай причем с ноутбол да это не то смогу но этот почему я думаю только на кокосе 2d да и на макосе ну вот и писал на версия да у вот партикал наше лежал пользоваться партикал снизу стандартного набора партикал снов вот переход между ценами и собственно я классно такая штука это было теплые наш тем или так ну возможно ну вот она как бы достаточно сырая там сверху объекты вот здесь он не переходит а вначале он ходит по деревьям что не очень а кстати классная фича в таких играх которые вот как будто визометрии в зависимости от высоты положения игрока задавать ему увеличение то есть например чем выше тем он меньше делать таким образом получается классный эффект 3d все поняли о чем я сказал она выглядит очень классно как будто это реальная 3d ну собственно это такая простенькая игрушка на самом деле самую первую версию я без использования вообще каких-либо движков написал на юа имиджу для айфона часов наверно за 60-70 не знаю objective-c до этого то есть самый первый такой эксперимент был вот это уже версия она достаточно быстро была написана грязно но работает по крайней мере такие вещи вот если у вас есть какая-то идея звук есть музыку веселеньку как самый наглый я просто спиздил из марио не играет я ее убрал на самом деле можно ясно есть в апсторе да не еще пока нету но и мастер мастер еще нету вырезал из банально то есть когда вы что-то программируете понятно у вас там нету времени искать какие-то ресурсы потрошите чужие игры то есть пока вы тренируетесь берите все что плохо валяется используйте ведет как бы свой свое время когда вы научитесь там свои классные ресурсы делать или игру тогда есть смысл конечно заморачиваться да то чтобы тренироваться я например выдрал фоновую музыку из cut the rope маковской версии вставил музыка играет хорошо можно потестить музыку ты чем играешь да есть библиотека кокос дэншин а здесь по моему вообще тут вообще интересный вариант потому что одновременно исходники и для айос и для макоси да вот причем такое хак на хаки хаком погоняет но работает из-за ресурсов музыки скажу здесь что используется вот а каф на вот можно от зероповская музыка то можно поискать где она спрятана там можно . вот играется достаточно просто simple audio engine да это идет в комплекте с кокос дэншин это звуковой движок который вместе с кокос дэншин вот пожалуйста такой говнокодец еще тут но по крайней мере работает не хочет играть ну ладно ну звуки опять же если вы там хотите в игрушку прикрутить звуки на самом деле в интернете есть куча бесплатных библиотек со звучками можно поискать что-то поменять в принципе редко когда правообладатели приходят к вам да банально можно полазить там по ютюбу по захватывать звук из разных роликов смех детей я где-то нашел ролик тупо вырезал мы можем скопировать но вот вот это начало это вообще стандартные из вестернов где его только не пихают это все как бы вопрос желания нет на самом деле здесь мы играем по-честному они чистый рандом он ходит например на стратегию него как бы предпочтительно ходить вперед не заходить за границей и время от времени покидывать снежки задумался задумался все бобик сдох а и ну честно мне тоже было бы интересно послушать потому что то что написано это такой свой велосипед работает работает зашибись киржаков по такой партнер ну возможно куда-то случайно ходит предпочтительно иногда бьется что ты еще хочешь что он показать я думаю все когда на году геймдевом занимается геймдевом где-то немного ну снежки на на самом деле сколько она будет стоить я как бы еще залил версию к сожалению